В 1864 году английский консул Тебризи Кейт Аббетт в меморандуме для Королевского Географического Общества Великобритании сообщает об Азербайджане. Кейт Аббетт описывает отошедшие к России азербайджанские земли. Российская часть граничит с севера и северо-востока с горами Кавказа, простирающимися до окрестностей Баку на Каспии. А на юге граница обозначена рекой Аракс через Муганскую степь к округу Талыш и рекой Астара, которая течет через этот край в Каспийское море. В данную область входят Магометанские области, Эревань, Нахчуван, Карабах, Гянжа, Ширван, Шики, Шамаха, Баку, Куба, Сальян и часть Талыша. Из меморандума английского дипломата видно, что земли Азербайджана охватывали обширные территории на Кавказе значительно севернее реки Аракс. Более того, российские, британские и американские карты показывают, что географическое понятие Армения практически не относилось к территориям севернее реки Аракс. Ведь историческая Армения располагалась в Малой Азии, а не на Кавказе. Уже после массового переселения на Кавказ и создания здесь армянской государственности в 20 веке, ошибочно сформировалось мнение, что это и есть земли исторической Армении. Итак, утверждение современных армянских деятелей о том, что севернее Аракса Азербайджана не было, это та основа, на которой предъявляются территориальные претензии к Карабаху. Однако сохранившиеся исторические документы, записи российских дипломатов, географические карты не оставляют никакого сомнения. С востока, с Грузии, граничили обширные азербайджанские территории. Сегодня Армения – моноэтническое государство. Около 200 лет планомерно и расчетливо проводились этнические чистки и депортации других народов. И прежде всего азербайджанцев. Нет коренных народов – нет проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова